Привет, я Антонио Сентена, основатель канала Real Man Real Style. Сегодня, господа, я расскажу вам, как расставлять приоритеты. Я посвящу вас в матрицу приоритета, другими словами, матрица Эйзенхауэра. Многие авторы использовали ее от Стива Кави до Брэда Маккея. Я ставлю ссылку в описании на статью на сайте Real Man Real Style, где вы можете скачать бесплатную PDF-версию статьи. Вы можете ее распечатать или держать на ноутбуке, но важно, чтобы вы ее использовали, чтобы расставлять приоритеты в вашей жизни. Если вы такой, как я, у которого сотни дел в ежедневнике, если вы распределите их в правильной последовательности и будете действовать, дела будут сделаны и вы станете более эффективным. Или же вы будете как хомяк в колесе крутиться, крутиться и не сделаете важных или срочных вещей. Да вы даже не разберетесь, кто есть кто и как эти дела повлияют на вашу жизнь. Я распределяю все дела по этой матрице. Что мне нравится, это помогает все организовать. Так вы берете все дела из ежедневника, распределяете по таблице, тогда очень быстро определите. Окей, это срочно, но не важно. Несмотря на то, что я чувствую, что должен сделать, я откладываю это со спокойной душой, ведь это не важно. Я хотел бы увидеть в комментариях, что вы думаете об этом видео. Оказался ли полезным PDF-файл? Вдруг вы захотите рассказать, как спорили с собой по поводу срочного, но неважного. Это одна из моих любимых тем, ведь я думаю, что большинство людей борются с этим, но я расскажу как. Что это за матрица приоритетов? Представьте квадрат, который еще разделен на четыре. В первом располагаются важные и срочные. Правее, несрочные, но важные. В третьем, слева снизу, неважные и срочные. В последнем, справа снизу, у нас неважные и несрочные. Посмотрите на экран. На вещах из первого квадрата нужно сфокусироваться в первую очередь. У них есть дедлайн, и они очень важны. Вложенные силы окупятся, если вы что-то пообещали. Вот, например, в эти выходные мои дети выступали на танцевальном конкурсе. Обе дочери и сын танцевали бальные танцы. Сыну 10, дочери 6. И это важно, это не отложить. Я уделил этому время, заранее забронировал отель, убедился, что взял еду и во всем остальном, что нужно для поездки. Если бы я этого не сделал, мы могли бы пропустить этот вечер. И это самое важное. Это моя семья, то, для чего я живу. Поэтому это так важно и очень срочно. Так же и с вашим бизнесом. Если готовите выпуск продукта, выходите на новый курс. Если это вещи для вашей компании, которые вам нужно сделать, потому что от этого зависит зарплата людей. Каждый во главе компании понимает, что есть вещи, которые здорово делать, но если они не приносят дохода, вы этим можете заниматься хоть целый день. Но ваши работники не поймут, если вы не будете способны им платить, потому что люди нанимались, чтобы получать зарплату. Итак, срочные и важные вещи, а также у которых есть дедлайн, нужно поместить в эту категорию. Опасность в том, что можно поместить туда очень много дел, которые таковыми не являются. Они скорее из следующей категории, срочно и неважно, которая идет следующей. Я расскажу о ней чуть позже. Я думаю, что важно заполнить ее, ведь это самая обманчивая категория. Как и сказал, срочные, но неважные. Так много дел, которые туда можно записать. Они так и кричат, меня, 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 обрати на меня внимание. Посылают сигнальные огни, ну и ничего страшного не будет, да пусть хоть сгорят. Социальные сети одни из огромных виновников потери времени. Как много из вас, кто откликается на каждое пришедшее уведомление. Я не говорю вам отказаться от них, вы можете иметь парочку. Как собственник бизнеса, вам нужно потратить часы в день только на Facebook, Instagram, Twitter или на какую-нибудь из подобных платформ. Но так вы строите значимые взаимоотношения за пределами офиса. Я постоянно использую соцсети, отличный инструмент, не поймите меня неправильно. Так вы сможете наладить множество рабочих взаимоотношений. Но причина, почему я посещаю конференции по всему миру так часто, не потому что я хочу уехать от своей семьи, а потому что, ну ладно, признаю, я люблю лежать в постели и спокойно спать, будучи в отеле. Но я люблю проводить время с семьей. Я переживаю надолго уезжать, но езжу я для того, чтобы перенести онлайн дружбу в офлайн и развить крепкие отношения с человеком, вести вместе бизнес, стать настоящими друзьями с теми людьми, с кем я общаюсь и надеюсь делать то же самое в бизнесе, чтобы получилась крепкая дружба, которая образуется тогда, когда вы заходите так далеко. Поймите, большинство вещей, которые не важны и срочны, вам может позвонить заинтересованный человек с тем, что срочно для него, но не срочно для вас. Может он хочет вести дела с вашей компанией или чтобы вы, например, сфотографировали их. Моя жена отличный фотограф. И это уже пограничная ситуация, ведь она считает это важным. Но часто нам приходится обсуждать такие ситуации, потому что они пограничные, как я уже сказал. Перейдем в другую категорию. Не срочно, но важно. Здесь большинство из нас нужно поработать, потому что у этих вещей нет дедлайна, но со временем они становятся все важнее и важнее и могут достигнуть точки кипения. Первое. Ваше здоровье. Если вы не ходите в зал, питаетесь кое-как, хоть перестаньте есть в Макдональдсе. Поймите, что это плохо для вас. Это не настоящая еда. Поддерживайте свое тело, и если вы не бережете себя, не делайте упражнения и не питайтесь правильно, перестаньте. Хоть это и не ощущается срочным, и вы не чувствуете, пока молоды. Настанет час, когда это станет срочным. Когда вы придете к доктору, и он скажет, что у вас риск инфаркта миокарда, у вас высокий холестерин. Тогда это будет и важно, и срочно. Поэтому позаботьтесь, пока это чрезвычайно важно, но еще не срочно. То же самое с отношениями. Отношения. Как-то я услышал отличную аналогию от моего друга Джордана. Выкопай колодец, прежде чем захочешь пить. Так в любых отношениях вам нужно вкладываться в отношения до того, как нужно будет к ним обратиться. У меня даже есть личный пример. Мой сын. Как-то я почувствовал, что мы немного отдалились, когда ему было 8-9 лет. Я осознал, что много работаю и не уделяю должного внимания. Нам нужно личное время. Так по утрам мы начали плавать в бассейне. Наши отношения улучшились, ведь он знает, что проводит утро с отцом. Мы ходили в спортзал, ему понравилось, мы потихоньку туда прокрадывались. Я пошучивал с ним. Знаешь, тебе должно быть 12, чтобы идти на беговую дорожку, но в 5 утра никто не будет этого спрашивать. Это место было нашим, и мы устанавливали правила. Но я не переставал следить за ним, мы не нарушали правила, он не тягал тяжести или что-то в этом роде, подождем лет 14 или 15. Главное, что я осознал, что это должно быть срочно, потому что в данный момент это терпит, но это очень высокий уровень важности. И что мне нравится в этой матрице, я могу распределить по порядку. И все перед глазами. Задания на неделю, время с детьми, женой, саморазвитие, отдых. Все в несрочной категории, но они чрезвычайно важны. То же самое с моим бизнесом. Я провожу стайл кон, конференция, не так важно. Осталось 10 месяцев, и я потихоньку поднимаю по уровню срочности. Но классно то, что я не забываю про нее. Я продумываю все новые детали. Мы постоянно созваниваемся с Аароном Марина, чтобы обсудить важные темы. Наконец, неважно и несрочно. Все, что попадает в эту категорию, вы можете посмотреть на них и спокойно проигнорировать. Может и было бы прикольно это сделать, но все же это можно не делать. Но если вообще нечего делать, в таком случае, я не медитирую или что-то вроде. Займитесь чем-то полезным, хорошим упражнением или привычкой. Не занимайтесь тем, что несрочно и неважно. Так вы только потратите время. Теперь быстро. Вы заинтересуетесь. Как вы можете сделать дешево таблицу 4х4? Идите в ближайший к дому магазин, хозяйственный или строительный. Купите 4х8 изоляционные панели, разрежьте их напополам, прикрепите к ним бумагу, можно на кнопке. Прикрепите их по периметру, чтобы все было аккуратно. Можете напечатать. Срочно, несрочно, важно, неважно. И используйте стикеры. И мне это нравится, потому что все находится перед глазами. Я использую различные цвета. Зеленый для реально важного и срочного, голубой для личного, фиолетовый для долгосрочных проектов. Использую цвета, чтобы ничего не сливалось. Наконец, я хотел бы увидеть ваши комментарии, друзья. С удовольствием прочту о ваших ощущениях от использования этой матрицы, как она вам помогла. На этом все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.